Большой спорт и большая политика. Президент Украины завершает свой визит в Канаду переговорами с министром иностранных дел страны и участием в открытии Игр Непобежденных. Обо всех деталях подробнее Дмитрия Нопченко из Канады. Здесь никто не перекрывает улицы. И какой контраст с Нью-Йорком и недавней Генассамблеей. В центре города вообще незаметно мер безопасности. И то, что в Торонто проходит событие мирового масштаба, разве что по приподнятому настроению местных жителей понять можно. Канадцы умудрились даже мероприятие уровня Invictus Games сделать теплым и домашним. Министр иностранных дел Канады Христио Фриланд на официальную встречу с Петром Порошенко так и вовсе приехала на велосипеде. Присела на диван в холле рядом с залом для переговоров. Сняла кроссовки, спрятала в дамскую сумочку, надела элегантные туфельки. И общего языка с ней тоже искать не нужно было. Он и без того был. Говорила украинскую. Говорили и о минских договоренностях, и о ситуации на Донбассе, и о координации усилий для того, чтобы на оккупированной территории все же появились миротворцы ООН. А тут у Канады огромный опыт. Только в прошлом году она полмиллиарда долларов на миротворческие операции потратила. Количество ее голубых касок по всему миру за шесть сотен человек перевалило. Нужно перед всем поддержка с боку Ради Безпеки, ООН и членов Ради Безпеки, поддержка с боку Украин Великой Симки. И как раз мы сейчас говорим про Канаду и також не забывайте про Японию. И, конечно, нам нужна поддержка при Балтийской крае и соседе. Как раз всей категории лидеров Украин президент мав буквально за последние 3-4 дни активный диалог, активные встречи. Далее разговор с канадскими чиновниками и влиятельными парламентариями. Для Украины важно, чтобы Запад не ослаблял санкции против России. До тех пор, пока Москва не выведет свои войска и вооружение с Донбасса. И тут Канада может помочь на уровне G7. Я вам скажу, что никогда у нас в истории наших отношений не было такого высокого уровня отношений, как политических, так и торговельно-экономических. Более того, не было и такого уровня отношений личных. Все эти дни мне изнутри приходилось наблюдать, как общаются между собой и канадский премьер, и украинский президент, глава канадской дипломатии и украинские министры. И становится понятно, если с командой Трампа нужно еще выстраивать мосты, то Канада – пример абсолютно другого отношения. Которое чувствовалось и на арене игр непобежденных, когда в зал зашла украинская команда. Эти соревнования ветеранов вовсе не для того, чтобы выяснить, кто какое место займет. А чтобы показать, люди, получившие тяжелые ранения во время войны, могут найти в себе силы жить дальше. Не забывайте о тех, кто погиб на войне, о тех, кто нуждается в помощи. И не забывайте, вы доказываете этому миру, что в нем нет ничего невозможного. У первых лиц, прибывших на открытие игр, премьера Трюдо и принца Гарри, Миланьи Трамп и Читы Порошенко, в этот вечер была возможность неформально пообщаться. И подводя итоги канадского визита президента, дипломаты вовсе не политические договоренности называют главным их результатом. Кто-то может быть удивлен, но я скажу, что на самом деле это атмосфера. Это атмосфера дружная за сместом и реальная атмосфера стратегического партнерства. Из Торонто Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.